Поэтому, собственно, параллельно с этим матчем идут еще три. Вот, Virtus.pro против Vich Gaming вы можете наблюдать на стриме Dota 2 Ruhab первом, который без, собственно, цифры на Twitch. А здесь же мы будем наблюдать за этим противостоянием, ну и сразу по героям. DJ отправляется у нас на оффлейн на таски, такие я, собственно, не угадал. Это будет Ahayo на Undying, Mushi отправляется в mid на Batrider, Black сформить будет на гирокоптере. И Nett на Леоне. Почему вот настолько решили поменять, собственно, расстановку сил, сказать, в команде Fnatic, я не уверен. Возможно, им не понравилось то, как, собственно, Nett там инициировал на второй карте на Batrider против LGD. Тем временем, Puppei, Ancient Operation, как я и думал, собственно, именно этого суппорта он из этих двух решил взять. Eternal Envy у нас играет на Ember Spirits. Мы знаем, что он играл на нем очень часто и любит вообще этого персонажа. Мизери, конечно же, пойдет у нас играть на Darksteer. Pileida играет на Liche. Ну и Veeha, или V33, как принято его называть у русских комментаторов, играет на SF. Противостояние в mid, соответственно, будет SF против Batrider. Я затрудняюсь сказать, в чью пользу оно жестко пойдет. Так Black тут обменялся тычками. Не знаю, стоит ли вообще здесь на самом деле драться с Сикретом. Ой, Муша здесь моментально должен умирать. Нет, успевает он даже стырить руну и неужели разменяется на V33. Разменялись на V33. Pileida здесь еще попробуют подцепить. Еще одна секунда. Будет ли подкоп? Не достает, конечно же, рейнджом подкопа. Герокоптер одинаковый мувспид имеет с Black. Мы таким образом разменялись команды абсолютно поровну. Но, так, пошел Rocket Barrage и еще один фраг забирает Black. Вот это уже, конечно, приятно. First Blood таким образом забрали Сикрет. На топе там одна руна, если не ошибаюсь, досталась... Да, обе руны достались Фнатиком. Первый First Blood достался Сикретом, но два фрага также еще Фнатику умудрились забрать. Я открываю табличку крипов. Мы именно за ней будем наблюдать первое, по крайней мере, время. DJ будет стоять против Misery в соло. Ему здесь будет стояться ой, как неприятно. Фактически, Ласт Хиты он будет видеть только, когда Айлен Шеллы будут заканчиваться. Или у себя под Тавером, или с помощью Айс Шардов он будет добывать крипов. Black будет стоять здесь с помощью, собственно, Нетта против Пупея и Энви. А Даблой решили в Миде постоять, собственно, персонажи Фнатиков. А конкретно Муши и Ахайо. Против них также Даблой стоит в 3-3 и по Элайдай. Айлайдай не пошел помогать куда-нибудь на оффлейн. Но если бы он там был, знаете, стандартный оффлейн, то, скорее всего, он бы так поступил. Но здесь они решили оставить, собственно, Пупея на линии с Энви, помогать ему таким образом. А Пайлайдай страхует и помогает, как может, здесь своему мидеру. И в 3-3 из-за этого имеет там чуть-чуть больше экспы. Чуть-чуть больше дэнаев в сумме идет на линии. И Муши живется не так хорошо. Боттл уже прилетел Муши. Тем временем в 3-3 еще себе Боттл не принес. Кому изначально достался, собственно, First Blood, это Личуд достался изначально First Blood. Поэтому, если бы он, конечно, достался в 3-3, то Боттл у него уже тоже был бы. Но чисто из-за того, что пытались добить как могли, Айлайдай заработал там себе лишние деньги. Соответственно, какой-то сапог у него появится очень рано. Блэк будет стоять здесь против, собственно, Энви. Мейчап это для него неплохой все-таки. Энви милишник. Пупей может помочь только за счет того, что там пойдет жесткая комба. Типа Cold Feet, параллельно Чейны. Блэк замерзнет. Еще сверху будет на все это, собственно, Чилинг Тач. И таким образом, там, кто-то, ну, то есть, скилл может произойти только если вот это все сработает. Иначе, если не ошибаюсь, эти обе линии будут немножко пассивно вот трейдиться крипстатом, так сказать. Пытаться максимум добивать, максимум выносить с линии. Что можно сказать? Это на этом этапе, собственно, только 4-1 против на 10-3. Вот идет стата. Вот, собственно, попытка вот это была заморозить, привязать. Но слишком далеко был Эмбер Спирит. И ему не удалось это сделать. В миде здесь Муши стоит, на самом деле, достаточно нормально против СФ. Единственное, фактически, линия, где фарм идет равносторонний тоже, но с небольшим отрывом секретов. Это вот мид чуть-чуть все-таки выигрывает в 3-3. И, конечно же, Дарк Сир против Таска чувствует себя чуть-чуть лучше. Таск добивает, потому что линия-то пушится. Он чисто вот из-под тавера может постоянно получать кучу ластхитов. Имеет уже Боттл. Сейчас решил завязать салв. Возможно, будет контролировать эту топ-руну после этого. Не совсем понятно, что делает Эхайо на карте вообще. Только второй левел у него есть. Андайн, соответственно, ничего там... Быстрого левела иметь не будет. Замакшенной ранней тамбы для агрессии иметь не будет. Так. Подошел. Нашел здесь Пупея. Решил просто вот с руки подавать. В это время пошел своп лимиями. Здесь, на самом деле, Энви начал перемещаться сюда. Поймал он Диджей. Диджей здесь, конечно же, должен умирать. Сноубо в последний момент будет врыв. Полетел он на Папи. Но хватит ли дэмэджа ему с руки? Да, хватает. И здесь, на самом деле, еще и Ахайо умрет. Надо было имхо, конечно же, продавать просто Таска. И уходить здесь Ахайо. Сватнулись линиями. Мизери, получивший очень высокий быстрый левел, собственно, у себя на линии, чувствует, что, мол, парни, у меня третий Айншелл, у меня второй Сурдж. Я здесь однозначно не умру и буду уходить очень легко от попыток ганга. А Энви может теперь уже, которому плохо формилось, мы помним, на этой линии, переместиться в топ, стоять там против Диджея с помощью какого-нибудь одного суппорта. Очень легко его отгонять. Диджей все-таки немножко отстает на этом этапе. Он пытается вот это вот с руки немножко нарубить Энви, но там щиток. Там, в конце концов, есть суппорты, которые могут принести ему реген. Хотя свой этот реген он уже потратил весь. Что-то здесь очень побитый Undying делал. Его там рейзами зацепил. В-3-3. Или Ви-ха. Так, идет агрессия. Лич дает слово. Ну и, собственно, мгновенная смерть. Решил Мизери еще и не рисковать потратить стенку. И вот Блэк умер. Мы помним, что в первой игре Блэк, конечно, показывал феноменальные результаты по игре. Он фармил как бог. Там в драках участвовал. И с раннего времени, и сплитпушил на антимаге. Он делал все. Все. Абсолютно. Но, вот опять-таки, вот я только что сказал на антимаге. На своем сигнатурном, так сказать, герое. На герое, на котором он отыграл вообще больше, чем на каком-либо другом. Здесь же он играет на гирокоптере. Это не факт, что он сыграет плохо. Но мы видим, что его ловят. Тем более, в тот момент он был оставлен своими суппортами. Сикрет мгновенно воспользовались, собственно, этим опенингом. А тем временем я чуть ли не пропустил кумеру Энви. Энви не умер, но на самом деле мне это интересно. Просто он, скорее всего, без регена, без ничего здесь оставался на линии, чтобы хоть как-то сокать Икспу. И его вот Айс Шардами просто закидывал диджей постепенно. Чуть-чуть ему дамага не хватило, чтобы его добить. Третий левел взял он Дайн. Есть Хилл, есть Дикейн, есть Тамба. У Муши, на стакан ли лес у Муши? Нет. Сингл стак здесь, сингл стак здесь. Вообще, если по лесу посмотреть, стаков нет ни у одной команды. Мы обычно привыкли видеть, что, возможно... Так, поймал чинсы, и диджей здесь должен умирать. Он сейчас, конечно, вкатится в Пайлайдай, чтобы попытаться нам, возможно, отдаться Таверу. Или еще помансить. О, у него реген в банке. Он, на самом деле... Нет, нет, нет. Слишком близко подошел, собственно, Энви. Слишком близко подошел Энви, но много времени выиграл, много дэмэджа выдал. Соответственно, там обоим этим персонажам придется тратить реген. Я вообще не понимаю, почему Пайлайдай не отдаст вот свое танго. Энви, он решает его съесть сам. Ну, такой, жадный, жадный Пайлайдай. Он все-таки пирог, кушать любит. Ну и вот решил перекусить. Энви остается на линии с малым количеством ХП, с флеймгардом только третьего левела, без ремонта. Соответственно, если был какой-то ганг, он бы однозначно не ушел. Тем временем, Мушич себя чувствовал достаточно фривольно в миде, имеет 43 на 1. Практически вровень с Вихой он отстоял эту линию. И это значит то, что у него где-то еще на восьмой минуте может появиться какой-нибудь блингдаггер. И как раз с восьмого левела он будет, даже, возможно, уже к тому времени девятого, хотя вряд ли. И сможет его очень удачно реализовать. Все-таки ранний даггер на бетрайдере — это отличный потенциал. Проблема в том, что если вы берете такого мидера на ютилити, направленного, так сказать, как бетрайдер, то вам очень сильно надо выформить на вашем коре, чтобы дэмэдж было кому вносить. Пока что же вносить дэмэдж можно только с фраскастов. Райт клика, пока Блэкнин получит кучи фармы, нет. В отличие, знаете, лайнапов, когда вот здесь у вас есть СФ, который с мида может выйти и раздавать райт клик. У вас есть там та же ТА или что-нибудь такое. Что собирается ShadowFind? У него тысяча на руках. Если не ошибаюсь, он только что что-то приобрел. Мекку, скорее всего, будет делать. Или сначала все-таки ПТ это делает. А Муши вот уже имеет линг-даггер. Решил он вернуться, да, закупиться. Смоук-блинк. Тут же его провязает. Нет, скорее всего, сгруппируется с каким-нибудь нетом, с каким-нибудь, возможно, с диджеем. И они будут делать фраг. Проблема в том, что на этот момент Эмбер Спирит уже взял такий шестой левел. То есть сможет потенциально уйти на Ремнанта. Хайо здесь пытается сделать отводы. Два одновременно у него вряд ли получится сделать. Этот спон должен будет быть заблочен. Да, только один отвод он делает. В итоге, а тем временем, встречный смок от Сикретов. Они заходят, собственно, в лес. Здесь, конечно, хотелось бы им поймать Блэка, но поймают они, скорее всего, Нета. Уже выходят. Тут же должно быть по-старому ново, по-новому Бласт. И мгновенно, конечно, убивают они Нета. Но это не так уж плохо для Фнастиков. В конце концов, потеряли они просто суппорта. А Блэк ушел в безопасности, находится и переместился, собственно, фармить куда-нибудь в другое место. Диджей с Муши здесь бегают по линии. Муши спалил свой Даггер. К сожалению, не получилось у них реализовать его. Кила с их стороны не последовало. Соответственно, команда уже знает, что Даггер у Муши есть. Но, в принципе, они, если хотя бы приблизительно смотрели за тем, как он фармит у себя на линии, они это должны были представлять еще раньше. Тем временем, здесь Мизери Компания. Вот, собственно, 4 персонажа из команды Team Secret уже решили забрать этот тавер. Подошла линия крипов, и тавер будет падать. Тавер будет падать. Не качал ульт в 3-3. Взял уже за то одну пассивку. То есть, на райт-клик такой-то нет. Нет, но он же встрянет этот нет. Решили так. Не поскупиться и через ульт лича 100% догнать и убить еще раз Леона. У Леона, на самом деле, очень неудачный старт. 1-2-2. 3-7. Общая ситуация по фрагам на момент 11-й минуты. Диджей. Кажется, вот руна инвиза в банке больше ничего не имеет, увы. Блэк после фейзов еще не собрал барабаны. Я так подозреваю, он их здесь собирается собрать, чтобы быть чуть-чуть по статове, чуть-чуть потолще. Не все очень, не очень все хорошо в Охайо. На самом деле, ситуацию с левелом, по крайней мере, он исправил. В тот момент, когда Муши пошел роумить, он очень много вынес с этой линии. Если не в деньгах, то, по крайней мере, в Лервере. Хотя, так, тут же поймали В-3-3, ставится тамба, под оп, и через ульт аналогично не стали жрадничать. Через ульт нета забрали В-3-3. Это очень неплохой килл. А я думаю, мы с вами уже можем переключиться на NetWars. Вот, собственно, SF, который только что погиб, имеет топовый показатель. Сразу за ним идут Муши. Мизери и Блэк идут сразу после них. И отстает, на самом деле, Envy. И не так уж намного от него отстает еще и диджей. То есть, в принципе, коры идут практически нос в нос, если смотреть. Если и перевес есть, то в пределах, я подозреваю, где-то, ну да, около тысяч, и он и есть. А по XP вообще ситуация очень-очень неравная. Урну собирает Undying. Net здесь после Tranquil ничего не имеет. Покупает, собственно, ворды. Хотя имеет, в принципе, 500 голды. А вы знаете, если на 12-й минуте вот так вот имеет 500 голды, можно потом чуть подождать и, блин, даггер какой-нибудь себе принести. Мизери пытается максимум забрать фарму у противника, выформить лес. Имеет ринг, имеет 1700 сверху. Соответственно, на Меку у него уже очень скоро будет хватать. А вот посмотрите, что собирает V33. Shadow Milad у него уже является... Девард здесь, кстати, парни. Очень им повезло. Они, видно, спалили, что где-то знали, где находится V33 в Фнатике. И, соответственно, там где-то был вард. Итак, V33 решает собирать себе Shadow Blade первым артом. Интересное решение, учитывая, что вот у него как раз к 11-му левелу он появится. Даже он появится, на самом деле, у него уже к 10-му левелу. Соответственно, ко второму ульту. Но очень мягкий этот персонаж. ПТ у него нет. Меку он не собирает, потому что Меку собирает здесь Dark Seer. Ну и Смоук и пытается отправиться с Сикретой, собственно, на верхнюю линию, чтобы здесь кого-то поймать. Проблема в том, что здесь трое героев. Я не знаю, полились ли они на линии, к сожалению, или нет. Если они откроются, то они откроются, скорее всего, на Муши, который с хорошей реакцией должен просто сделать Blink Out. Таким образом, вся команда Сикрет сейчас находится на этой линии. Если кто-то подставится, это, возможно, нет. Хотя и Диджей может пожадничать вот сейчас, подойти там, питаться что-то бластами, собрать. Но Смоук уже должен сейчас закончиться. Вот он как раз заканчивается. Блэк все это время подфармливал. У него появилась возможность дособирать вот эти барабаны. Но все равно он выглядит чуть-чуть слабее своего оппонента, главного СФ в этой игре. Потому что Эмбер по-прежнему еще чуть-чуть отстает, но уже находится гораздо ближе. Вот к керри противника. Первый ульт аппарата попадает здесь по Муши, но он взял себе регент, собственно, в Боттл. Да, и вообще это только первый ульт. Он там демеджа практически не нанес. Если не ошибаюсь, это вообще только шлейфом заделан его. Сколько там? 250, да. Казалось бы, у Муши даже 250 хипа там не было отнято. То есть такое. Так, попытка прыгнуть на Пупея. Да, он флеймбрейк, но, к сожалению, не в ту сторону отскакивает Пупей. Возвращаются Муши. Будут просто подпушивать немножко этот Тауэр. Не хотят отходить, и хотят действительно забрать Тауэр. Понимают это секрет, и тут же ставится тамбак, прилетает сюда Мизери. Если драка здесь произойдет, то драка будет действительно практически полноценной 5 на 5. В данный момент, так, в Т3 там фейк-кастил свой ульт. Кстати, не хватает ему чуть-чуть до неинстала левела. Хотелось бы, конечно, дождаться этого момента. Но, вы знаете, если драка будет раньше, то что ж тут поделаешь. В это время Энви пытался тут на линии стоять, фармить против Диджея. У него это, конечно же, получалось неплохо. Диджей, на самом деле, начал от него ощутимо отставать по Нетворсу. Ну и, я думаю, разница уже должна быть в районе как минимум двух тысяч. Да, так и есть. По экспе тоже где-то полторушку уже выигрывают секреты. Вот на фазе фарма вроде бы все равно, 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 но за счет каких-то маленьких моментов впереди секреты. В конце концов, они один уже Тауэр забрали, а еще не один Т1 у них не упал. Рошана забрали. Я, на самом деле, даже не подозревал, что они так быстро его смогут забрать. Неужели какая-то шальная медалька появилась? Ранняя у Лича. Да, медалька у Лича, пассивка уже первая, вот, собственно, у В-3-3. И им хватило так. Тем временем, наверх прилетел, и по Диджею накрылся ульт-аппарат. А тут же прошел по нему, собственно, дэмэдж от игроков, которые сюда прилетели. В-3-3 бежит в Shadow Blade, пытается еще хоть кого-то зацепить, но нет, там откопался Нед и успел убежать. У Неда 900 голды, я так подозреваю, что он действительно, вот, как я и сказал, будет, так, пытаться максимально быстро для инициации накопить на Плинкдаггер. Потому что, в конце концов, кроме него, тут инициировать может только Муши, а это не всегда выгодно. Более, в конце концов, можно инициировать одновременно на двоих так. Нед здесь нашел Энви, Энви в Инвизе. На самом деле, Нед понял, что его здесь кто-то подблочил, поэтому должны все понимать. Ну, так остался в миде, все остальные герои стягиваются сюда. Единственное, что Диджея здесь тоже нет, поэтому, если драка таки начнется на этой линии, а вот мало ХП у Тавера, соответственно, очень может даже быть, что Сикрет пойдут его добивать, то в меньшинстве окажутся здесь Фнатики. Мы видим, что вот именно начал, переключились они немножко, а Хайо начал покупать ворды, после того, как это до этого делал Леон и Нед, именно вот покупают дасты, будут пытаться накопить на Блинк, то есть пошел вот хоть какой-то мини хотя бы фарм, чтобы хотя бы временем натикало. Хотя он имеет вот самую-самую низкую отметку по Недворцу в данный момент на карте. У Блэка после барабанов появилось, не появилось ничего, но вот, собственно, это его Огр Клаб, соответственно, либо с Энжиньяшу, либо БКБ он будет делать, и я так подозреваю, что после этих трех артефактов на статы он, наверное, уже сразу пустится в БКБ, ему не нужна здесь еще Сая. Ее можно было бы собирать изначально вместо барабанов, если уже такое желание было. Диджей тоже пока что здесь ничего не насобирал, но если что, у него есть 1200, он так наполучал он здесь чуть-чуть от V33, который, кстати, после Шедоу Блейда уже имеет 1900 голды сверху. Неужели будет эта попытка Раша так? Подсветили его, но не подкопали. Достал самым краешком здесь. Убили, аеги сбили, Блэк сюда приходит, я бы уже кидал, собственно, на колдаун. Решаю даже без колдауна его забрать. Таких, таких... А что мне было сразу кинуть? Не могу понять. В итоге потратили все два ульта, но еще и там демеджина получали. Так, Муши прыгает, хватает Пайлайдая, возит его сюда, куда-то пытался еще параллельно, собственно, зацепить в Мизери, но Мизери купил в это время здесь Блиндаггер, если не ошибаюсь, вот только-только, и с его помощью ушел здесь. А на самом деле, Муши, конечно, молодец, пытался сразу и рыбку съесть, и все остальное, собственно, здесь зацепил Лича, здесь попытался там сбить ТП или перехватить хоть как-то Дарксира, не удалось ему это, к сожалению, но, знаете, пятерка за попытку. Блэк, вот, собственно, со своим Огрклабом бегает, взял он его себе в инвентарь, чтобы быть чуть-чуть поплотнее. Итак, Эмбер прилетел, пытается Диджей сделать ТП-аут, и удается ему это сделать, потому что, собственно, Сиринг Чейнс были в кулдауне. Не хватило демеджа пока что на этом этапе еще Эмбер Спириту, в конце концов, мы видим, что пошел Энви здесь по такому менее тернистому пути, пошел сразу в Бутсов Тревел, а уже потом будет собирать Бэтл Фьюри. Бэтл Фьюри не такой хороший у него старт был, отставал он чуть-чуть от своих оппонентов, соответственно, решил, а давайте я все-таки вот потрахуюсь, а Блэйд Фьюри я успею собрать в любом случае. У нас, в конце концов, есть В-3-3, который наваливает. Смотрите, кстати, на какая мобильная команда, вот, получается, у Сикретов. Первая Тревела, вторая Тревела, потому что Шэдоу Финд идет чисто в глаз Кэнон билд. То есть у него есть Шэдоу Блэйд, у него есть Тревела. Он хочет кого-то ловить, он хочет кого-то сцеплять, он хочет быть мобильным, или, по крайней мере, он рассчитывает на то, что у него еще будет хватать времени нафармить что-нибудь на статы. Джей 2100 имеет, это будет, конечно же, Блинк Даггер, как только он вот, собственно, этих трех крипов заберет. Как он пожадничал шарды, мог бы трех забрать. У него уже и так хватило, в любом случае, у Блэка пока что еще Сэндж собирает Блэк. И согласен он со мной, он говорит, статов много не бывает, пацан, ты, мол, не шаришь в доту, я шарю, поэтому я вот после вот этого всего еще и соберу Сэндж себе. На топе Муши здесь пытается бегать. Заехал Диджей, Диджей после того, как вкатился, собственно, сделал Блинк Аут, его нечем зацепить. Параллельно здесь Муши нашли, и Муши должны здесь убивать. Неужели он успеет убить этого Лича? Нет, не успел. Хотя был близок, на самом деле, очень-очень даже близок. И Тавер тоже должен падать, да. Энтернал Энви приходит сюда, собственно, и добивает Тавер. Таким образом, он уже после персы имеет 1100 сверху. Блэка здесь подцепили. Не хватает, собственно, не получилось там за чейни, не мешкался здесь. Блэк вышел за Рэндж, соответственно, никакого шильного фрага не будет. Нет, хватит ли, достанет, нет. Ночь, Вижена не было, ничего не было. Тем временем, еще и Ахайю здесь забрали, и Тамбу на 125 под Фидел, он в 3-3. Огрклаб уже имеется, и еще 1000 с копейками сверху. Ну, вы знаете, на самом деле, по экономике вы видите, как обстоят дела. Фнатики, вот после своей одной игры, выигранной очень уверенно против LGD, во второй игре LGD смотрелись не очень, так сказать, в своей зоне комфорта. Да и в этой игре все упирается в то, что там Блэк как-то не фармит так уж сильно. Да и герой для Муши был взят не такой сильно соло-килл с потенциалом, как мы привыкли его видеть. Та же Квапа, те же другие, собственно, персонажи. Та же ТА-шка даже, например. Я, в принципе, понимаю, почему они ее здесь, возможно, не хотели брать, но в любом случае соло Бетрайдер практически никого убить не может на этом этапе. Разве что там какого-то мега-мега худого пупея, у которого 700 хп. Вот если там у него все сложится, то вот он его убьет. Больше, скорее всего, в соло уже никого не получится. Ну и так получается, видим топ-3 по Нетворсу, вот разве что там Энви с Блэком бодаются за третью строчку, но в любом случае уже должны как минимум на пятерочку обыгрывать Сикреты. Даже вот, собственно, на 8 все обыгрывают. И на 7 тоже по хп. Гем появляется у Бетрайдера. Таким вот образом они решили вернуть себе преимущество. Есть у него Блинг Даггер, есть у него Форстаф. Теперь решили взять Гем за Девард. Проблема в том, что Сикреты в себе уверены. Они уверены в своем... Так, попытка здесь найти В-3-3. Гем его видит в Flame Break. Чуть-чуть его подстопил, но недостаточно, и просто за ним не успевают герои. Как-то очень халявно ушел здесь В-3-3. Я даже не ожидал. Сцены у него уже собраны. Сашу Яшу тоже будет собирать здесь Shadow Fiend. В статы все пакуются героям обоих команд. Так вот, что я хотел сказать по поводу Вардинга. Сикреты уверены в своем лейтгейме, поэтому они, собственно, вардили на конец игры. И тут временем здесь на этом вот варде залился Муш, и, соответственно, на него тут же прыгнул Эмбер, зафиксировал его, подоспела другая команда и убила его. Тем временем здесь подставился СФ, и, если не ошибаюсь, да, за... К сожалению, этого Fight Recap'а здесь нет. СФа здесь тоже убили за Фингер, скорее всего, за Фингер и за колдаун. Вот. Сая собрана у Гирокоптера. Такой запакованный получился Гирокоптер, 1600 хп. Эмбер Спирит уже, на самом деле, скоро будет иметь свой Battle Fury первый. Ну и Смерть Shadow Fiend немножко его задержала, но он успел там сделать мини-селфбай, таким вот образом купить рецепт на Яшу. Портуется здесь Энви на топ, чтобы забрать весь фарм отсюда. Диджей просто делает блинкаут. После блинка у него ничего пока что не появилось. Так, поймали тем временем Нета. Нета здесь умирает, но больше здесь вряд ли кого-то хоть зацепит. Энви. Ходит, но у него готов Ремнанд, если что, убегать. Поймали, куча дэмэджа. Успеют ли? Успевают. На самом деле, очень неплохой для фнатиков килл. И мы видим, что после килла на SF, после только что килла, Гирокоптер выходит на вторую позицию. Вот, собственно, разделяет ее с Мэйби. С V33, прошу прощения, Мэйби был против LGD, когда играли фнатики. Я живу вчерашним днем. А, кстати, огромный момент, о котором я забыл упомянуть. Муши-то, когда здесь подставился, пытался Девардить и умер здесь вот от Сикретов. Он же гем как бы потерял. На ком этот гем сейчас находится? На Пайлайдае. И очередная смерть. Просто на ровном месте ловит диджея, диджей умирает. Не знаю, куча ошибок, на самом деле, от обоих команд. Ключевые герои умирают везде по карте. В Т3 умирал, там Блэк умирал до этого, там Энви только что умер. Энви, кстати, я так понимаю, что-то уже должен быть себе нести. Нет, это он, скорее всего, от смерти потерял деньги. Сая, собранная уже у SF, и снова они пришли с Пупеем собирать, забирать Рошана. Почему с ними нет Пайлайдая с медалькой? Вот только сейчас он присоединился к ним. Медалька пошла на Рошана. Имеет он под пассивкой и под медалькой 0 армора, если не ошибаюсь, собственно. Попали здесь аппарата по нескольким людям, но не до того, как забрали, собственно, здесь Эмбер Спирита. И вот как мешают этому Эмберу вынести свою Бэтлфьюри. У него там почти уже хватало в прошлый раз. Теперь вот ему пришлось хотя бы Братсор себе купить. Но в 3D зато чувствует себя очень-очень хорошо. Имеет он вот почти 12-тысячное творчество. Наравне с Блэком идет. И тем более столько что подобрал после килла Рошана Аегиса. А это значит, что убивать его... Да, конечно, он Глэскеноновый, но убивать его надо будет дважды. Как же прыгал только что Ульт Лича еще и Ульт Пупея по двоим. Тут же умирают они. В 3-3 пытаются хоть кого-то догнать. Не поймают. Здесь Муши-Муши на самом деле что-то замешкался здесь. Да и Леон вот отходящего сюда СФ подкопал очень долго, что позволило остальной команде навязать драку здесь через стенку, через все просто забрать максимально быстро Нета и Ахайо. Вот они вот здесь буквально вот так вот умерли. Вот здесь вот их братские могилы стоят. Диджей Кстати, это неинтересно это будет Дезолятор или БКБ. То есть на Верочку конечно хотелось бы БКБ против такой команды, но Дезолятор поможет там очень быстро собривать вот этих вот героев. Ахайо Ахайо приходит сюда он что он такой быстрый он на хосте что ли? Нет, просто с руки убьет Диджея. Не поймал, не попал, не догнал, с блинка ушел будет ТП аут. Ошибка. Вот зачем было здесь пытаться рейзами добить если ты просто мог подойти и убить его просто так. Как-то непонятно только что отыграл. В 3-3 понятно там ожидал Джук возможно куда-то сюда влез, но здесь как бы пройти нельзя. А, он на секунду потерял здесь из Вижена Таска и ожидал сюда захода ну такое. В любом случае очень отлично его поймал в конце концов заставил отойти напугал потратить время и все остальное. И наконец-то вот сейчас у Эмбер Спирита появился Battle Fury Нэт был слишком далеко он не смог его поймать. Кстати уже у трех персонажей Фнатиков есть по Блинк Даггеру теперь Нэт еще его подобрал соответственно инициация у них вроде бы неплохая но к сожалению им пока что кроме вот изначального бурста в виде там кулдауна и в принципе вот айс шардов и вот фингера с подкопом нету демеджа в Блэк слишком вот он в статы запакован у него не хватает пока что элементарного райт клика и сейчас конечно же 3800 на руках он это положение будет максимально быстро пытаться поправлять Мизери здесь уже имеет Гардиан Грифс и собственно теперь он носит гем который раньше был на личе у лича атос появился я видел на нем на нем на самом деле виталити бустер до этого предполагал что он будет но просто не успел элементарно вам об этом рассказать поэтому здесь все понятно здесь доминатор появился в 3-3 еще один кстати тавер падает парням в копилку и айдж осталось 200 голды до аганима тем временем фнатики что имеют муж и подобрал себе бутсов тревел таки дезолятор решает собрать таски в принципе он у него уже как раз есть блэк собрал себе блэкинбарк как раз я говорил что у него почти 4000 было на руках он его с клика и купил выложив таким образом magic wand пока что в стэш вот он его и продал а у нету появился блинк после этого ничего ахайо какой-то мега бедный поменялись эти два суппорта местами вот по в рейтинге так сказать по нетворсу раньше нет шел на последнем ахайо но на втором теперь они поменялись но в любом случае суппорты натик очень бедные и занимают вот такие вот последние строчки по нетворсу а суппорты противника их опережают причем очень очень намного пупи собственно ахайо переформляет в два раза так поймали здесь в 3-3 была попытка сделать смог поймали в 3-3 блэк идет просто пока у него есть 10 секундное 10 секундное его новое бкб просто быковать мизери здесь заблочили хорошо никто здесь не может выйти но прошел аппарата идет много дэмэджа в него вливается под вейлом уходит здесь собственно дарксир пупи здесь тоже возможно уйдет тем временем забрали первый раз в 3-3 он здесь дерется с ахайо убивает его тоже блэк уже тоже умер диджей аналогично разве что у него там откатится какой-то шальной блингдагер не откатился он зашел и просто умер от айон шелла и еще и курьера забрали собственно секреты драка разделилась получается аж на 3 части везде был экшен где успел то показал то рассказал но ключевой момент это то что мы видим что секрет продолжает собственно выигрывать вот такие вот массовые замесы просто элементарно не хватает пока что дамага фнатикам чтобы в этих драках хоть что-то делать да сбили аэгис в 3-3 да там убили там одного персонажа но дарксир ушел все коры живы вот этот вот чучело продолжает собственно фармить да у него был не очень хороший старт его потом несколько раз киллали буквально за тысячу голды до того как у него должен был уже появиться первый баттлфьюрия но сейчас он уже имеет 3-100 это первые криты уже практически у него в кармане и и секреты чувствуют себя хорошо по экономике они закрепляются все сильнее и сильнее если сначала график мы видим был достаточно пологим но вот крутые обрывы именно в моменты драк по экспе абсолютно аналогичная ситуация аганим есть у пупея вейл есть у пупея у лича атос медалька скоро будет солар крест я так понимаю шедоу финд имеет 3-300 сверху я бы на самом деле на его месте уже даже бабочку покупал так мы уже нашли тычка тычка умер муши все что потребовалось секретом это 3 собственно удара от v33 и 1 шива от darkseer не сказал я об этой шиве раньше но да это было очевидно он ее здесь еще вот и в зал еще когда здесь диджей догонял тоже ее в зал вот после килла кстати муши почему-то сделали тп аут двое персонажей секретов там лича они потеряли в нигде его вели так мед здесь ловит пупея есть кулдаун есть собственно рассказ рокет баражи убивают они второго суппорта и секретов но проблема в том что они-то потеряли своего кора и еще и тавер здесь потеряли в соло от одного персонажа потратил все свои деньги только что в 3-3 так что блейд будет попытка убить блэка но он же здесь соло ему летит айтем какой что ему летит бкб готовая летит в 3-3 ульт блэка тычка 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 рейс все соло просто уничтожает в 3-3 вот запакованного так сказать полностью статы гирокоптера это на самом деле такой знаете тревожный звоночек теряют они там своих суппортов но в принципе секретов на своих суппортов как-то все равно на этом этапе вне массовых замесов суппорты все что им надо в этой игре уже практически вынесли там лич еще может подобрать соло крест и если будет жир и беситься подобрать аганим мизери вот здесь вот еще может в принципе что-нибудь собрать интересное денег у него много какой-нибудь хекс может появиться все остальное все остальные деньги на карте конечно же должны идти вот этому вот этому человеку я только хотел сказать что который тоже начал паковаться в статы потому что увидел на нем ultimate orb думал он скади начнет делать но он решил что мол у нас все хорошо у меня до дайдалоса там какие-то там 500 копеек чуть-чуть больше соответственно я вот сразу демо нэш куплю так нэд инвестирует на него подкопал есть продолжение вкатывается сюда собственно диджей высасывает у него ману уходит он таким образом на ремнант ничего к сожалению здесь не получилось муж его тоже муж и страховал может думал здесь какой-нибудь ближний ремнант не получилось потому что далеко очень улетел эмбер спирит вообще на другой конец карты потерфляй будет следующим айтемом уже себе делать шедоффинд решил он упаковаться тоже опять-таки в ехп первый айтем собирается не иглсон какой-нибудь а вот талисман чтобы точно жить дольше от райт клика таким образом подстраховался в конце концов так мизери цепанул здесь через шиву замедлил нэта пошло дальше конечно же чины зафиксировали убили извините хаммера поплыло что-то с мышкой надеюсь такого больше не случится трейдится хоть как-то таверами здесь фнатики пытаются подпушить здесь т2 проблема в том что уже идет тп первое второе не зацепил кстати здесь сначала изначально не зацепил но конечно же это вопрос времени еще спалился здесь муж и будет за ним погоня не просветили его ультом аппарата продолжает он двигаться вперед блинкуется собственно почти уже на базу на хай граунд с секретом и оттуда делает тп тем временем Блэк пытается хоть как-то так мизери прыгнул есть стяжка стенка замедление через атос отлича пошло приходится Блэку поражать БКБ я не понимаю почему он его не поражал раньше так делай тп аут на самом деле боялся он что чисто элементарно его иллюзия здесь его и убьет потому что это уже третий по идее стенка то есть там дэмэджа много 90% да там на самом деле если бы даже он прожал тп аут сразу он бы скорее всего умер ему надо было просто БКБ прожимать здесь сразу же после стенки а не пытаться ногами оттуда выйти ногами или что там у гирокоптера на пропеллерах своих оттуда улететь очередной рошан кстати сыр вот тут такой вкусный лежит пупей такой я сыр люблю я пойду возьму его и айгис появляется у эмбер спирита вот не стал он собираться сразу в флотность сейчас на самом деле может свой первый ультимит орб купить нет решают в него собственно этот слот занять сыром в 3-3 запакован в принципе статы чему-то ему боятся он толстый неубиваемый очень-очень сильный а вот эмберу который пока что гласкеновый такой немножко можно дать сыра прикусить и айгис тоже там в добавку заперлись на базе натики чувствуют они себя в этой игре очень плохо лидируют я уверен уже больше чем на 2000 секреты так и есть собственно вот здесь вот уже скоро 25 тысяч будет на 50% переформировать своего оппонента по экспе та же абсолютно ситуация ну вы знаете не очень хорошо смотрится здесь фнатики попытка мизери зацепить ахаю просто с руки идет так ему кинули шедовом эльвет пробивают рейс смерть ахаю шедов тем временем подобрал тускар тускар на самом деле запакован неплохо для своей мину но 0.6.4 но умирал очень много диджей так будет лицеплять он подцепил хорошо должен быть подкоп дальше продолжение какие-нибудь стычка айгис выбили молодцы дальше что пришел сюда в 3-3 пришел сюда пупей диджея зацепили на нем еще дэмэдж не может он сделать длинкаут умирает диджей ахаю был мертвый до этого муши кого-то тащит здесь пупей тащит полетел ульт леча пупей 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 хоть что-то сделать блэк в бкб просто убегает муши цепляет муши отсюда уже не уйдет и сразу же т3 тавер должен падать на этой стороне а если 60 секунд есть по сути у секретов тут не только т3 тавер это скорее всего две стороны будет эта сторона и мид еще разве что на верочку решают сыграть секрет они не играют на верочку они что-то вообще пошли сделать ну гг в 3 мне кажется уже просто тут фарился чувствовал себя каким-то там неубиенным созданием вот этим черным чудовищем пошел ультоваться вот сюда вот пока его там команда без райт-клика убивала бараки ну что ж натики почувствовали что в этой на этой карте больше абсолютно ничего не светит 1229